Азербайджан сегодня не только говорит о необходимости прочного мира в регионе, но и строит этот мир своими руками, заявил Вести АЗ заместитель генерального директора Федерального информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» Андрей Петров. Ровно год назад было понятно, как освобождение Шуши изменило историю Южного Кавказа, оккупационные войска взяты в котел. Их разгром и победа Азербайджана в Карабахской войне неизбежны, а дальше открывается перспектива мирного будущего региона. Но как далеко страны продвинулись к этому будущему за 12 месяцев? Задался вопросом эксперт. По его мнению, дальше других в это будущее зашел Азербайджан, проделавший огромную работу по возрождению освобожденных районов после трех десятилетий оккупации. Он добавил, что по сути Азербайджан единственный, кто в течение года делал что-то новое и реализовывал на практике послевоенные положения ноябрьского заявления. В рекордные сроки был построен Физулинский аэропорт, который уже принимает рейсы. До Шуши была проложена Дорога Победы, в самой Шуши восстановлены исторические, культурные и религиозные памятники. В освобожденные города проведена первичная инфраструктура. Десятки инфраструктурных проектов реализуются прямо сейчас, включая участок Зангизурского коридора по деоккупированным районам, пояснил российский политолог. Он особо отметил, что за год Азербайджан на деле доказал, что на землю Карабаха и Зангизура вернулся не захватчик, каким пытаются представить Баку пропагандисты армянского национализма, орочительный хозяин, который восстанавливает обращенные в руины села и города. Несет жизнь на безлюдные земли, готовит условия для возвращения местного населения на малую родину. Никакие слова, никакие политические заявления или измышления не могут служить контраргументами против того, что делается в действительности. В дни Отечественной войны Азербайджана и сразу после мы увидели, до какого катастрофического состояния Армения довела Карабах из Зангизур, утверждая, что это исконно армянская земля, собственник, законный владелец земли так себе не может вести. Так ведут себя лишь захватчики, понимающие, что держат они чужую землю, на которой им ничего не принадлежит. Год спустя любой, кто интересуется не одними лишь словами в СМИ и соцсетях, видит, как много сделано за такой короткий срок, в разрушенных до основания районах, теми людьми, кому эта земля принадлежит на самом деле, указал Петров. По его словам, это лучшая форма внешней политики Азербайджана в послевоенный период. Он не только говорит о необходимости прочного мира в регионе, но и строит этот мир своими руками. Не будь Баку настроен на мир, он не стал бы возводить гражданские объекты в Зангелане и Губадлы, Джабраиле, Физуле и Шуша. Но работы по возрождению городов и сел идут ежедневно и круглосуточно. А значит, Азербайджан, показав год назад, что умеет воевать, теперь показывает, что далее намерен не воевать, а жить в мире с соседями. Таким образом, создается надежная, убедительная основа для продвижения Азербайджаном программы «Мира» на Южном Кавказе. Баку подает пример послевоенного поведения страны-победителя, сказал эксперт. Он подчеркнул, что этот момент принципиально важен с учетом того, насколько мало изменилось в Армении и особенно во влияющих на нее внешних игроках. Пассивные во время войны Франция и США. Вашингтон в то время был увлечен выборами президента. В течение года старались вернуться в регион, и все через Армению. Казалось бы, победа Азербайджана закрыла все вопросы. Но нет, армянская диаспора на Западе, которая, в отличие от граждан Армении на поле боя, разгромлена не была. Занялась попытками реанимации прежних оккупационных проектов и поддержанием реваншистских настроений в Армении. Более чем на полгода Армения как государство, фактически, выпало из региональной жизни, поскольку была поглощена внутриполитической борьбой между карабахским кланом Кочаряна и Сарксяна и командой Никола Пашиняна, отметил российский эксперт. По его словам, после победы партии Пашиняна на внеочередных парламентских выборах, появилась надежда на то, что теперь Ереван, получив от населения мандат на мир, сможет работать над послевоенными задачами, делимитацией границы, открытием коммуникаций, подготовкой мирного договора с Азербайджаном. Однако к настоящему моменту мы имеем лишь заявление армянских властей о готовности работать, но не саму работу. Армения не ведет даже реконструкцию железнодорожных путей по выгодному ей маршруту из Еревана в Нахчеван. Поэтому я и написал выше о незначительности слов в сравнении с нами, говорить можно что угодно, и даже то, что вызовет шквал пустых обвинений от реваншистской оппозиции, но если за заявлениями не следует ничего, любая мирная риторика ничего не стоит. Поэтому сегодня можно констатировать лишь то, что Армения, возможно, готова к открытию коммуникаций и делимитации границы по советским картам. Но когда готовность сменится работой, все еще не ясно, резюмировал Петров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова